Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Светланы Демина и вот о чем мои коллеги расскажут вам сегодня. Железный человек. Всех уезжающих с Пензенского автовокзала провожает механический гармонист. Стоп-коронавирус. В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Может быть, конечно, обойдется и без этой прививки, но не хочется проверять, болеть не хочется. Наш конек. Спортсменом года Пензенской области назван Денис Айропетян. Короче, день, в начале, день, что у нас всегда приглашается дедушка Пензенса. Это вам, что это будет Айропетян. Теперь подробнее об этих и других событиях. В Пензе появился железный человек. Его можно увидеть в здании главного автовокзала региона. Уникальную скульптуру, одной из первых, удалось рассмотреть и даже услышать нашей съемочной группе. Объявляются отправления, пассажиры спешат на рейсы, и только этот железный человек в шляпе никуда не торопится. Сидит посреди Пензенского автовокзала и играет на гармонии. Красиво, особенно детям. Детям интереснее, будущему поколению. Потому что это воодушевляет на хорошие дела молодежь, детей. Инициатором установки здесь необычного арт-объекта стал Роберт Степанов, генеральный директор Пензенского объединения автовокзалов. Он лично знал автора механического человека Александра Гецоя. Работы петербургского мастера экспонировались на международных выставках. Они ценятся коллекционерами современного искусства. Недавно скульптора не стало, и его сын передал одно из творений отца нашему городу. Не существует чертежей. То есть этот человек работал все предметы, которые здесь на этой скульптуре, они из мусорки. То есть он видел уже предметы, у него в голове рождалась скульптура. В данном случае получился гармонист. У него есть скрипач, есть барабанщик, есть там много фигур. В Ростове стоит механическое сердце, очень большое, красивое. Установить эту композицию у нас планировалось в май, но помешала пандемия. И вот теперь «Железный человек» занял свое место под стеклянным колпаком и сразу вызвал большой интерес у пензенцев. Я как бы и закончил по классу баян в детстве. И для меня, как говорится, трогает, трогает до глубины. Потом, конечно, смотришь уже на механизм этот. Все спрашивают, где заказать такое, где заказать, где заказать. Нет, он штучный. Я считаю, это вокзал. А это должно быть на какой-то площади стоять, чтобы люди, дети могли подойти, поинтересоваться. Я вот сижу, смотрю, а не пойму, в чем дело. Думаю, почему, почему именно здесь стоит. Гармонист играет каждый час в течение 10 минут. В его репертуаре более тысячи мелодий. Но по желанию пассажиров его могут разнообразить еще. Для этого нужно обратиться в справочное бюро автовокзала и сказать, какую именно композицию хотелось бы услышать. Теперь о ситуации с распространением коронавируса в Пензенской области. За последние 24 часа у нас зафиксирован новый антирекорд. Впервые за сутки более чем у 200 человек подтвердился COVID-19, а конкретно у 203. Среди них 26 ребят в возрасте от 3 до 17 лет. Таким образом, за все время пандемии в нашем регионе выявлено уже 24 654 зараженных. Из медицинских учреждений накануне выписали 114 пациентов. Общее количество выздоровевших в результате составило 20 103. В Пензу продолжает поступать вакцина против коронавирусной инфекции. В этот раз между поликлиниками распределено более 300 доз. Их вводят медицинским работникам. Кстати, результаты прививки первой группы пациентов уже известны. Обо всем по порядку в репортаже Анны Ворновой. Укол, который поможет избежать неприятного знакомства с COVID-19, оказался максимально безобидным. Процедура практически не отличается от обычной прививки. Вакцинацию от коронавируса продолжают на базе нескольких городских поликлиник. В этот раз препарат вводят сотрудникам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Может быть, конечно, обойдется и без этой прививки, но не хочется проверять, болеть не хочется. Поэтому решили все-таки прививку сделать. Болезнь страшная, много примеров, много случаев, когда люди болеют и умирают. Хочется как-то обезопасить. Для меня это важно, потому что у нас достаточное количество людей уже болеет. И нужно себя подстраховать. Перед тем, как попасть в прививочный кабинет, каждый пациент проходит тщательный медицинский осмотр, сдаёт анализы. Сделать укол не смогут тем, кто имеет признаки ОРВИ и тем, у кого тест показал наличие антител к коронавирусу. Есть и возрастные ограничения. Пациентам должно быть от 18 до 60 лет. Кстати, уже сейчас эффективность вакцины можно отследить по первой группе медицинских работников, которая прошла процедуру два месяца назад. Самочувствие хорошее у всех. Некоторые лица определили уже наличие иммуноглобулинов. То есть эффект от проведения вакцинации есть. Антитела образуются. Соответственно, человек, имеющий антитела против новой коронавирусной инфекции, так скажем, защищён от этой инфекции. Сейчас в медицинских учреждениях продолжают принимать заявки на вакцинацию. На данный момент уже поступило несколько от педагогических коллективов и социальных работников. В случае отказа пациентам в оказании плановой помощи они не останутся один на один с проблемой. Чтобы получить необходимое лечение, им достаточно обратиться в страховую компанию. Об этом шла речь на брифинге представителей территориального фонда обязательного медицинского страхования в информационном агентстве Пензапресс. Несмотря на пандемию коронавируса, плановая помощь остаётся важной частью работы системы здравоохранения. В первую очередь она оказывается страдающим сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, диабетом и находится в группе риска из-за COVID-19. Таких в нашем регионе в общей сложности более 300 тысяч человек. В случае отказа в предоставлении медицинских услуг они могут позвонить по телефону, который указан на обратной стороне полиса обязательного страхования. Специалисты проконтролируют все этапы лечения. Кроме того, продолжает работать единый контакт-центр в сфере ОМС Пензенской области, куда можно позвонить по номеру 8 800 180 44. За 11 месяцев текущего года на горячую линию поступило более 18 тысяч обращений, практически на 20% больше, чем по сравнению с периодом прошлого года. Позвонив по этому номеру, вы сможете получить подробную консультацию от страховых представителей, а в случае необходимости он вам окажет практическую и правовую поддержку. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, плановая помощь пациентам должна оказываться в полном объёме. Страховые представители в профилактических целях делают массовые рассылки, в которых напоминают жителям Пензенской области о том, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться к врачу. Таким образом уже проинформировали более 500 тысяч граждан. В период пандемии отмечалось резкое подражание некоторых товаров, в том числе и жизненно необходимых. Соглашение, которое заключили региональное министерство сельского хозяйства, производители и торговые сети, позволило снизить цены на ряд продуктов в пензенских магазинах. На федеральном же уровне принято решение о введении в России регулирования стоимости социально значимой группы продовольствия. Кабмин теперь может устанавливать ценовой максимум на срок до 90 дней. Такой законопроект одобрили в Госдуме. В список попали хлеб, мука, молоко, свинина, говядина, яйца, мороженая рыба, гречка, картофель, белокочанная капуста и морковь. Ранее вопрос обсуждался на совещании у Владимира Путина. Глава государства раскритиковал правительство и предупредил о недопустимости ситуации, когда людям не хватает денег на еду. Поправки, которые сегодня приняты, предоставляют возможность правительству решать вопросы, связанные с ценобразованием, обеспечить стабилизацию цен, сдержать их рост. И в этом случае мы можем спрашивать правительство уже в порядке контроля за ту работу, которую они обязаны будут сделать в соответствии с предоставленными полномочиями. В считанные часы удалось раскрыть жестокое убийство жителей села Вырпаева Пензенского района сотрудникам полиции и следственного комитета. Погибшего обнаружил его брат и вызвал участкового. В ходе опроса соседей противники вышли на след подозреваемого в совершении преступления. Безработный местный житель, 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина в содеянном сознался. Он рассказал, что несколько дней назад у него был день рождения. Он пришел в гости к своему товарищу и предложил отметить это событие. В процессе употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт. Со слов обвиняемого, хозяин квартиры начал оскорблять его и членов его семьи нецензурными выражениями. После последнего оскорбления схватил нож, ударил его в грудь, два рана. После чего он... Куда вы еще раз поддемонстрируете? Ну как так. После чего он вот так вот упал. Как упал? Ну, разворачиваться начинал. После чего злоумышленник нанес своей жертве еще несколько ударов в области шеи. Шансов выжить у мужчины практически не было. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. К другим темам. В преддверии Нового года принято подводить итоги работы в разных сферах деятельности. В здании правительства Пензенской области сегодня собрались строители. Им, несмотря на все сложности уходящего 2020-го, есть чем гордиться. Альбина Байшева подтвердит. 845 тысяч квадратных метров жилья в виде новой эксплуатации на территории Пензенской области в уходящем году. Этот показатель значительно выше, чем в 2019-м. На сегодняшний день наш регион в числе лидеров по темпам строительства индивидуальных и многоквартирных домов. В свое время принятое на федеральном и региональном уровнях решение по поддержке строительного комплекса позволило не допустить снижения темпов развития отрасли. Работы на всех объектах, включенных в федеральные проекты и госпрограммы, осуществлялись в соответствии с заключенными контракторами без значительных нарушений графика производства работы. В этом году увеличилось и количество выданных ипотечных кредитов гражданам. Процентная ставка была значительно снижена. На следующий год, как отметил губернатор, национальным проектом жилье и городская среда области поставлены еще более масштабной цели. Миллион 137 тысяч квадратных метров в 2030 году мы с вами должны сдать. Каждый год до 40 тысяч пенсийских семей ежегодно должны иметь возможность улучшить свои жилищные условия. Я уверен, что мы с вами с задачей справимся. Что меня радует? Меня радует, что наши строительные компании сильные, что хорошая конкуренция между строительными компаниями. Иван Белозерцев подчеркнул, что пензенским строительным компаниям необходимо пересмотреть стоимость квадратного метра жилья, чтобы она была разумной и экономически обоснованной. Кроме того, губернатор призвал при возведении домов тщательнее продумать вопросы благоустройства. Те, кто уже достиг успехов в этой сфере, получили памятные подарки. Шанс получить фирменные подарки от информационного агентства «Пензопресс» еще есть у каждого. Напомню, чтобы поднять настроение пензенцам, наши коллеги по медиахолдингу организовали новогоднюю акцию. Участвовать в испытаниях может любой совершеннолетний житель региона. Главное – выполнить все условия. Сегодня будут опубликованы последние пять загадок. Но выиграть можно даже если только сейчас присоединиться к квесту. На странице квеста раз в несколько дней, два раза в неделю мы публикуем по пять загадок. Отгадкой является какое-либо значимое место Пензы. Отгадавший загадку человек должен выехать на это место, найти наш шарик с логотипом «Пензопресс», сфотографироваться с ним, опубликовать это фото в соцсетях, отметить наш аккаунт, поставить хэштег «Загадки Пензопресс» и уточнить, какую именно загадку он отгадал. Ну а победителем станет тот, кто соберет больше всех шаров. Призеров ждут подарки от партнера акции – спортивно-экипировочного центра «Икс Лайф». Окончательные итоги новогоднего квеста подведут 28 декабря. Новогодний сюрприз для пензенцев подготовили и в городском центре культуры и досуга. Накануне вечером там состоялся первый праздничный концерт. Среди зрителей, которым, безусловно, удалось поднять себе настроение, был и Петр Голубев. В зале пензенского центра культуры и досуга много свободных мест. Заполнять его полностью пока нельзя, да и люди еще побаиваются ходить на концерты. Но, несмотря на это, артисты на сцене выкладываются, как обычно, на 100%. Уходящий 2020-й оказался очень непростым как для них, так и для зрителей, поэтому они стараются создать им новогоднее настроение. Все соскучились по концертам и все соскучились по эмоциям, которые они испытывают во время и прослушивания, и во время выступления. Мы постарались больше песен включить с пожеланиями. Мы желаем счастья вам, чтобы подарить людям оптимизм, хорошее настроение. Я думаю, что вот в этом будет успех нашего сегодняшнего концерта. Над концертной программой артисты работали около двух месяцев. В итоге в нее вошло более 20 номеров. Своими выступлениями зрителей порадовали ансамбли «Ретро» и «Голоса России», хор имени Гришина, оркестр «Пенза», а также солисты Центра культуры и досуга. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, культура живет своей жизнью. И это очень важно сегодня для людей. Выпасть опять из гнезда квартирного, из мерка, в котором мы себя заковали, и прийти на концерт. Желание создать хорошее настроение перед Новым годом особенно, оно было определяющим. Это первая новогодняя программа на сцене Центра культуры и досуга. Уже в субботу здесь состоится представление для юных зрителей. Правда, на этот раз придется обойтись без хороводов вокруг елки, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Новый год – праздник гостеприимный. Несмотря на пандемию коронавируса, уделить внимание и порадовать стремятся тех, кто особенно его ждет – детей. В Макшанском интернате побывала представительная делегация, которая привезла воспитанникам учреждения подарки и, конечно, хорошее настроение. Десятки коробок аккуратно загружают в автомобиль. Здесь сладости, игрушки и подарки для воспитанников Макшанского детского дома-интерната. К этой встрече в преддверии Нового года в региональном отделении партии «Единая Россия» совместно с представителями Общероссийского народного фронта и волонтерами готовились основательно. Чтобы порадовать ребят, к ним присоединилась и творческая группа Пензенского социально-педагогического колледжа. Среди них, конечно, и главный зимний волшебник. Буду угощать детей конфетами, подарками, очень много всего. Встреча с воспитанниками Макшанского детского дома проходит прямо на крыльце учреждения. Небольшой морозец не пугает ребятишек, ведь рядом две красавицы Ели и главные герои предстоящего праздника. Все, что нужно для хорошего настроения. Вы не видели Снегурочку мою Непоседу? Тут она была. Нету! Нету! Мы объединили множество молодежных организаций, депутатов разных уровней общественности, с тем, чтобы сделать эту акцию. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы были здоровы, счастливы, чтобы все невзгоды ушли в этом году в прошлое. Очень важное сегодня событие произошло в нашем детском доме, потому что такие занятые люди, как депутаты Законодательного собрания Пенинской области, нашли время и, самое главное, не забыли обещания, которые они дали детям и приехали сегодня в преддверии Нового года с подарками замечательными, с театральным представлением. Дети очень рады, они ждут в Новый год, конечно же, и гостей, и подарков. Поэтому для нас это очень важно, очень значимо, и мы, конечно, благодарны нашим гостям. Представление по традиции завершилось вручением подарков, но главное, что получили ребята, это яркие эмоции. Во дворце спорта Ваейков сегодня тоже царила праздничная атмосфера. Там собрались самые успешные спортсмены и тренеры нашей области. В ходе торжественной церемонии были озвучены имена лучших в различных номинациях по итогам года. Но началось мероприятие с долгожданного события для пензенского футбола. Все подробности в следующем репортаже. Региональные власти Министерства спорта России окажут помощь пензенскому футбольному клубу «Зенит». Свою подпись под соглашением о сотрудничестве поставил губернатор Иван Белозерцев. Финансовая помощь и поддержка нужна. Школа есть, детишки занимаются. И уровень нашей пенсионской команды «Зенит» должна быть выше. На память об этом событии председатель региональной федерации футбола Александр Калашников подарил губернатору спортивную майку с номером 58. Спорт первое, что дает народу, мне, людям, которые занимаются, это здоровье, это выносливость, это мужество. И самое главное, это сила. Сила человека, сила спортсмена, сила мужика. Во время торжественной церемонии аплодисменты звучали не раз. Спортсменом года стал Денис Айропетян. Накануне на чемпионате страны по шорт-треку он стал вторым согласно итоговой классификации многоборья. Награду за атлета, находящегося в столице, получал его дедушка. Открытием года назван пловец Константин Кириллов, Анастасию Родионову, наставника легкоатлетки Кристины Хорошевой признали тренером года. Александра и Евгению Лисицких – лучшие спортивные династии региона. Победитель впервые учрежденной номинации пресс-аташе Дмитрий Инюшкин. Кому-то может показаться, что пресс-аташе и фотограф – это люди, которые просто наблюдают со стороны, но все, кто видели нас, могут подтвердить, что спокойно мы на месте не стоим и пробегаем мы тоже немалым за одну игру. В 2020 году, несмотря на то, что стартов было немного, пензенскими спортсменами на соревнованиях различного уровня завоевано 178 медалей. В будущем их должно стать еще больше. Уже при поддержке президента, уже в 2021 году мы начнем строительство большого фока ледового, в Арбеково. Мы будем строить в областном центре дворец спортивных игр для волейбола, наверное, и баскетбола, потому что тоже команды страдают, и волейболисты тоже у нас страдают. У нас нет современного зала. Кроме того, займутся решением проблемы дефицита тренерских кадров. Также Иван Белозерцев призвал обратить внимание на подготовку учителей физкультуры, ведь именно они помогают будущим олимпийцам сделать первые шаги к медалям. К новостям спорта мы еще вернемся, когда в этой студии появится Петр Голубев. А пока о других событиях уходящего четверга расскажем в коротком дайджесте. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате среди школьных коллективов лучшим стал образцовый музыкальный театр «Утро» с постановкой «Будь здоров, шкаляр». Среди студенческих победителем признан молодежный театр-студия «Белая ворона» со спектаклем «О зоре здесь тихие». Они будут представлять наш регион на окружном этапе конкурса. Пенсильхоз страны назвал наш регион одним из лучших по объемам реализации молока. Всего в списке лидеров 14 субъектов Российской Федерации. Кроме Пензенской области, это еще Ленинградская, Калининградская, Липецкая, Тульская, Владимирская, Кировская, Калужская, Белгородская, Вологодская, Воронежская, Рязанская, Московская, Свердловская, а также Краснодарский край, Республики Карелия и Крым. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогой Дед Мороз, хочу на Новый год. А я знаю, что ты хочешь. Обновить свой интерьер. Да еще и со скидкой. Скидка 25% на мебель и кухни от мебельной фабрики Светличных. Исполните свои желания в канун Нового года. Калинина 135. Организация «Похорон». 30-55-55. Круглосуточно. О новостях спорта расскажет мой коллега Петр Голубев. Здравствуй, Петя. Добрый вечер. Какие новости сегодня? Ну, на самом деле, главной-то новостью остается то, что наградили лучших спортсменов года. Но кроме этого, еще играли в хоккей, а также поговорим о новогодних праздниках. Дизель продолжает борьбу за место в тройке сильнейших команд высшей хоккейной лиги. В очередном матче турнира «Желтый-синий» на своем льду принимали Ишсталь, которая в этом сезоне испытывает серьезные трудности. Подробнее о матче в нашем следующем репортаже. Битва лидера и аутсайдера. Так можно было охарактеризовать встречу Дизеля и Ишстали согласно предматчевым раскладам. Да и игра первого круга, которая проходила в Ижевске, это подтверждала. Тогда «Желтый-синий» одержали победу со счетом 4-1. В этом противостоянии пензенцы также владели инициативой. И уже спустя 4 минуты после стартового вбрасывания Дмитрий Арсенюк распечатал ворота соперников, а затем Зигурд Сподзинч удвоил преимущество. Свои моменты были и у гостей. Одним из них им удалось воспользоваться. Однако это было лишь начало голевой феерии. Во втором периоде шайба 4 раза побывала в воротах. Пензенцы отличились трижды. Точные броски на счету Антона Андреянова, Антона Антонова и Зигурд Сподзинча, оформившего дубль. А в заключительные 20 минутки свое слово в атаке сказали Никита Ли, и Семен Ефремов. Как итог 7-3 в пользу Дизеля. Я думаю, что сегодня игра понравилась болельщикам, зрителям, кто смотрел ее дома. Количество забитых шайб, забили хорошие голы. Но некоторые моменты, конечно, были негативные в нашей игре в целом. Главный результат сегодня мы выиграли, двигаемся дальше. Последний матч в уходящем году Дизель вновь проведет на своем льду. В пятницу в Пензу приедет альметьевский нефтяник. А после этой игры пройдет традиционная акция Мешкопад. Теперь информация для любителей здорового образа жизни. Во время новогодних каникул в Пензенской области пройдет декада спорта. Она стартует 1 января и завершится 10 числа. В ее рамках будут организованы 415 различных мероприятий. Причем некоторые из них уже стали традицией. К примеру, акция «Зимние забавы», которая ежегодно собирает тысячи участников во всех районах региона 4 января. Также запланированы соревнования по хоккею, футболу на снегу и лыжные гонки. Здорово, что будет чем заняться в новогодние праздники. Спасибо большое, Петя. А к этому часу все новости. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В восточных районах Пензенской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10-8. Днем 6-9 градусов ниже нуля. В Пензе ясная погода осадки не ожидаются. Ветер южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7. Днем 5 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 752 миллиметра артутного столба. Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Время приближает нас к 2021 году. Сеньор Потолок любит вас и поздравляет с наступающим Новым Годом. До 31 декабря предоставляем вам скидку 50% на натяжной потолок. И дарим кусочек лета. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 74 рубля 84 копейки. Евро 91 рубль 35 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова